Когда-то в Туманном Королевстве жили великаны-людоеды. Они похищали девочек и поедали их, утверждая, что это логично и справедливо. Они не видели своей роли в этом ужасе. В своих глазах они были жертвами обстоятельств и считали, что это единственный способ обеспечить себе пищу. Великаны-людоеды находились в бесконечном цикле, где они постоянно требовали еду из-за своей навязчивой привычки, как будто паразит сидит в них и заставляет их беспрерывно охотиться на девочек. Каждый раз великаны узнавали, что именно интересует девочку, что она любит, то, о чем она грустит, о чем мечтает. Их нюх был точным для этого, так же, как нюх на приближение вкусных для них девочек. И узнав о нуждах и желаниях девочки, они подходили к ней и предлагали ей то, что ей хотелось. Она шла за своей мечтой прямо в логово великанов. Как только она заходила в их замок, тяжелые двери опускались, и вокруг него поднимались острые колья, так, чтобы девочка не могла убежать, и никто не мог прийти и спасти ее, если и придет до крики. Хотя великаны были очень осторожны, и ловушка была глубоко под землей. Родители девочек собирали людей и приходили стучать в ворота великанов, требовать проверить, не прячут ли они в замке их маленькую дочь. Великаны открывали ворота и показывали им других девочек, которые якобы прислуживали в замке. На самом деле, этих девочек готовили стать трапезой тоже, но им было запрещено показывать свой страх и говорить о своих опасениях. Родителям ничего не оставалось, как убраться во свояси. Великаны свое внимание к девочкам объясняли своей любовью к детям, и особенно к девочкам, и показывали всем, как исполняют заветные желания, и как те были рады. И они действительно были рады. Великаны рассказывали про себя много хороших вещей, и насколько девочки должны быть им благодарны, так, чтобы они чувствовали вину и не вздумали уходить или искать добра в другом месте. Затем великаны постепенно делали надрезы на девочках и съедали их по маленьким кусочкам. Закрывали кое-как раны, чтобы девочки не умерли и даже продолжили расти, и так великаны получат еще больше мяса. Девочки кричали от боли, просили пощады, но великаны напоминали им, сколько для них сделано, и что теперь время расплачиваться и быть немного благодарными. Чтобы девочки не объединились против великанов и не подняли бунт, и не рассказали в городе о происходящем, великаны стравливали девочек друг против друга, передавая слухи от одной к другой и добавляя щедро своих грязных деталей. Очень хорошо у них получалось, сталкивая девочек, сравнивая их между собою и подчеркивать всегда достоинство другой. Так девочки, опережая друг друга, будут не пытаться убежать или жаловаться на великанов, но будут бороться одна с другой, тратя силы и их дружбу. Великаны откусывали куски от девочек, которых выращивали, пока от определенных девочек не оставалось больше ничего. И тогда они становились ненужными великанам и их отпускали из замка, чтобы в нем не скапливались скелеты. Девочки шли к своим близким, но были настолько обезображены, что близкие не могли в них узнать больше своих дочерей. Их называли обгладышки и прогоняли. И так они погибали и от того, что в них совсем не оставалось больше жизни, а также потому, что некому было позаботиться о них. Иногда великанам было выгоднее, чтобы девочки взрослее рожали новых детей от великанов. И великаны оставляли себе девочек и растили их вместе с другими девочками. Девочкам всегда рассказывали, когда начинали их обгладывать, о том, что это из-за их проступков, недостаточной преданности и любви к великанам. Всегда находилось, за что их наказать и обгладать. А между тем, великаны очень вкусно питались мясом девочек. Но однажды в замке появилась черновласка. Ее огромные карие и печальные глаза затрагивали даже самое каменное сердце. И великаны почувствовали к ней особую привязанность. Она их тронула своей чистой любовью. Но из-за ее же любви она хотела также больше находиться и с великанами. Им это нравилось тоже, но запах ее нежного мяса сводил их с ума. И они переставали видеть в ней девочку и видели только кусок нежного мяса. Как бы они ни держались, но им явно, но им было явно, что она нуждается в любви, тепле. А также она была ближе всех к ним. И поэтому они искусно показывали, как дают ей любовь, и приблизившись, пощипывали от ее сладкого мяса. Она была такая уязвимая и милая. И так горько плакала и просила не делать ей больно. И что она будет их любить до конца своих дней и будет служить им верностью. И они жалели ее, но все равно продолжали общипывать и обгрызывать. И так продолжалось долго, пока они и черноволоску не обглодали полностью. Она больше не могла жить, но несмотря ни на что продолжала любить своих мучителей и служила им, хотя уже с трудом передвигалась, пока в один день она не умерла совсем. И только тогда великаны немного поняли, что натворили. Они уже не могли себе представить жизнь без нее. им было грустно, но они теперь и винили ее в том, что она была недостаточно верной, потому что она ушла от них в мир иной. Но была в замке среди девочек говорушка. Она опасалась великанов и не подходила к ним близко. Она уже ощутила на себе их острые когти и клыки, когда они пытались напасть на нее. Они думали напасть через любовь и всячески заманивали, но говорушка была другой. Ей нравилось изучать мир, и великаны так тоже пробовали подойти к ней, но она делала вид, что ничего не поняла и отходила подальше каждый раз. Великан любил ее тоже, но не мог перестать видеть в ней перед собой зрелища, в которых он обгладывает ее. Говорушка тоже много говорила и рассказывала жителям города, что происходит у нее в жизни, и великан боялся, что жители города узнают там тайну замка. И говорушка не приближалась близко к великанам, и было непростым просто так ее обгладывать. Тогда великан решает переодеть ее в мальчика. Мальчики были ему не такими вкусными, а больше напоминали ему его самого. Так великан смог дружить с говорушкой без того, чтобы каждый раз желать сгрызть ее. Но она была свидетельницей того, как он грыз других девочек, и ее любимую сестренку Черноволоску. В итоге говорушка понимает, что единственный способ прервать этот цикл, это найти корень проблемы и помочь великанам-людоедам остановиться и изменить свое поведение, чтобы больше не нарушать жизни. И действительно, один из великанов после того, как съел свою девочку Черноволоску, которой сильно привязался и полюбил, проснулся от кошмаров из-за того, что сильно скучал по ней. И поначалу не мог понять, как так получилось, что ее больше нет. И осознал всю ужасность своих поступков. Он понял, что он не только лишил детей и его любимую девочку жизни, но и совершил жестокое преступление против их родителей и всего королевства. Великан был очень грустным и сильно горевал по любимой девочке и поклялся не есть больше девочек никогда. У него была решимость, но, видя девочек в королевстве, он ловил себя на мысли, что все равно видит их как еду. И как по привычке у него выделяется желудочный сок и клокочет живот, он делал все, чтобы отвлечься как-то от дурманящего запаха девочек, но это становилось просто наваждением. Он никак не мог понять, как же съел любимую девочку, он хотел ее гладать вечно. Он пришел к говорушке, с которой дружил, и спросил ее, все ли нормально в замке. Он впервые за всю жизнь задумался, не все ли там как надо, что вообще в подпорядке в этом замке, скажи мне великан, когда что-то было в нем в порядке. Говорушка была вне себя от горя, ярости и вины за то, что она была свидетельницей того, как медленно, но планомерно он обгрызал ее черновласку. Она хотела разрушить замок, рассказать всем, но великаны заперли ее в подземелье в замки. Но покой великана был уже нарушен новыми осознаниями, и он пошел к мудрой волшебнице, чтобы она объяснила ему, что произошло и что он может сделать. Она показала в мутном котле с зельем маленькую, но правду о великанах, о том, что они с наваждением охотились за девочками, потому что за ними самими охотились в детстве и грызли и занесли в них паразит людоедства. Паразит настраивал их на такое поведение кульминацией ужасного и прекрасного чего было обглодать ребенка. И когда великан увидел себя, ему было очень больно. Он кричал ослепленный болью осознание того, что натворил, и стал вспоминать ужасы, которые творились с ним самим в детстве. Ему казалось, что он умирает. Паразит внутри него не хотел выходить просто так и ужесточил свое влияние, так что великан сходил с ума, умирал и воскресал заново. Сначала великан вырыгивал отдельные куски паразита. Затем тот выходил часть за частью, и чем более глубокая часть выходила, тем острее были челюсти паразита и держались и впивались во внутренности великана. Он кричал, бегал ослепленный по замку, врезался во все, чуть не выпал из окна. Но одновременно он что-то понял. Он понял, что нес девочкам, которые даже как-то были важны ему, страдания, которые пережил он сам в детстве. И до момента осознания он считал, что от него ничего не зависит, но только сваливал всю вину за свое поведение на самих девочек. Он и не думал, что обсессивное желание делать больно девочкам не есть другое, чем показать им, как он чувствовал себя сам. Этот рассказ через действие, повиноваясь паразиту, повторение тяжелой ситуации, и это была извращенная мольба об эмпатии. Когда он смог преодолеть свой гнев и злобу и посмотреть на свои действия исключительно реально, он начал действовать иначе. Он начал говорить с другими великанами, чтобы объяснить им повреждения, которые они наносят невинным девочкам и их родителям. И хотя ему было трудно, великан продолжал работать со своими чувствами и бороться со старыми навыками. Он понимал, что это процесс, который требует времени и настойчивости. им занимались лучшие чародеи, чтобы снять проклятие. И великаны вели себя как будто да, но потом пропадала еще одна девочка, и у великанов была закатана еще одна вечеринка. Великан решил покаяться, рассказать людям о том, что он чувствовал на самом деле. горожане требовали его казни, когда узнали, сколько их дочерей он съел. И великану стало невносимо больно от того, что он прожил свою жизнь. Вот так, сколько жизней девочек загубил и своей любимой девочки Черновласки. И он чувствовал себя обманутым, потому что получалось, что он всю жизнь отыгрывал сценарий паразита. которым был заражен. И он был зол на себя, на паразита, на судьбу, которую он уже в прошлом не может изменить. Но с тяжестью в сердце он решил хотя бы с настоящего момента жить свою хорошую жизнь, а не служить убийце паразиту.